Героям следующего репортажа только предстоит сдавать ЕГЭ. Школьники на Учебоксарске показали свои знания за пределами республики. Шестая гимназия города Спутника всегда славилась учениками. На днях со Всероссийской Олимпиады вернулись девятиклассники. С ними встретились мои коллеги. Стипендиант главы республики, отличник Никита Никитин на днях вернулся из Смоленска. Там он соревновался в знании истории на Всероссийской Олимпиаде. История интересовала молодого человека с детства. Родители всячески поддерживали его в этом. Читали с сыном энциклопедии, ходили в исторические музеи. В четвертом классе Никита спокойно мог дискутировать о наполеоновских войнах. Сейчас он больше интересуется древностью. В классе в седьмом и в восьмом я понял, что реализовать свои знания я могу в Олимпиадах. И стал участвовать именно в Олимпиадах сначала городского, потом регионального, потом, как выяснилось, всероссийского уровня. Отбор на Всероссийскую Олимпиаду был жесткий. Сначала Никита стал лучшим знатоком истории в городе, а потом отправился защищать республику в Смоленск. Там стал сильнейшим среди девятиклассников в третьем туре, где защитил проект изучения Сибири в первой половине 17 века. Хотя я его, наверное, больше всего ожидал и больше всего боялся. Там надо было по проекту составить проект и потом его рассказать, о нем рассказать, передать всю информацию залу. Но это было страшно и сложно одновременно. Для продолжения учебы Никита рассматривает только ведущие московские вузы, а потом еще более далеко идущие планы – работа в правительстве России. Учисляя 6-й гимназии отмечают целеустремленность своих ребят. В этом году мы уже в десятый раз, то есть 10 лет подряд, становимся победителем, абсолютно победителем, среди школ города по результатам городских предметных олимпиад. Из 222 участников у нас на сегодняшний день было 73 призера и победителя городских предметных олимпиад. Что касается республиканских олимпиад, то тоже урожай очень хороший у нас в этом году. Урожай действительно удался. Ульяна Василькова на днях вернулась из Санкт-Петербурга с Всероссийской олимпиады по мировой художественной культуре. Девятиклассница стала призером. Вся олимпиада была по Шекспиру, что неудивительно, потому что в этом году ему исполняется 450 лет. И это было очень интересно. Меня даже похвалили за первый тур, сказали, что у меня самый максимальный балл в девятых классах и пригласили в их университет. Ну то есть олимпиаду проводил университет технологии и дизайна. Мне было, конечно, это очень приятно. Ульяна после окончания школы собирается продолжить обучение в культурной столице России. Татьяна Трофимова, Антон Вовк, Республика.